МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мировыми, так сказать, производителями оборудования. Ну да, с чего-то надо начинать, где-то надо делать первые шаги. Но здесь уже не только первые шаги, здесь уже полноценные проекты, которые реализованы в том числе на территории города Нижнего Тагила. Это и наш мусоросортировочный завод, это и мост, это и застройка на Муринских прудах. Поэтому буду поддерживать, чем смогу помогать. Понятно, что, может быть, в полномочиях муниципального образования не так много рычагов, но, тем не менее, вот сейчас обсудили уже вопрос кадров. Дефицит кадров – это проблема всех предприятий, работающих на территории города. Вообще всех, и крупных, и малых, и средних. Поэтому вместе будем думать над проектами, думать, каким образом можем быть полезны друг другу и максимально содействовать бизнесу в его развитии. Мы сегодня обсудили промежуточный этап подготовки проекта по реконструкции плотины. На самом деле вопросов много, вопросов очень серьезные и важные. Нам важно не просто отремонтировать плотину, не важно просто сделать подпоровую стенку. Нам важно сохранить историческую привлекательность, сохранить объекты культуры наследия, которые так или иначе сегодня соприкасаются с телом плотины и с мостом. Поэтому ищем, ищем варианты, которые позволят нам сделать проект полноценным, сделать проект, который устроит абсолютно всех, в том числе Агентство по охране памятников архитектуры. С большим удовольствием показываем ту работу, которая сегодня ведется в городе совместно с основным нашим подрядчиком, облаком «Монэнерго», нашим конституционером. И мы сегодня видим те изменения, которые происходят. Почему? Потому что сегодня все-таки социальные сети – это наши средства массовой информации, очень часто показывают данные полигоны. Еще год назад мы видели только площадку строительную, где начинались работы. Вот сегодня мы видим уже продолжение и видим уже некую законченность объектов. Да, уже видим полностью законченную первую карту полигона, которая практически уже готова к приему мусора. Поэтому сроки, конец года у нас остаются по-прежнему. Вот будем запускать. Но я повторюсь, что все сегодня, платя за мусор, понимают, что и жители вкладывают средства в виде сбора, и в то же время государство вкладывает средства в строительство таких вот больших мусоросортировочных комплексов и новых современных полигонов, экологически чистых полигонов. Я напомню, что у нас пройдена экологическая экспертиза, в отличие от многих полигонов, которые работают на территории Российской Федерации. Но вот сегодня можно сказать, что у нас появится к концу года один из самых лучших полигонов России. Это, наверное, сейчас наша опора, наша движущая сила. Это связь между сотрудниками предприятия, работодателем. Почему заключается тростивное соглашение. Регулярно, каждый год мы его продлеваем, заключаем заново, смотрим новые точки взаимодействия. Поэтому очень важно сказать людям спасибо. Сказать спасибо тем, кто принимает на себя основной удар по взаимодействию, наверное, с администрацией города, и с руководителями, и с собственниками предприятий. Поэтому в городе Нижнем Тагиле это все получается. У нас есть понимание, у нас есть тесное взаимодействие. Поэтому я считаю, что такое взаимодействие должно продолжаться дальше. В целом, я говорю, поговорили с нашим, встретились руководители военно-патриотических клубов, обсудили всесторонние вопросы. Но на самом деле понимание есть, что нам сегодня надо усиливать в этом направлении работу, и учитывая все последние события, которые происходят в стране и за пределами. Ну и в целом надо воспитывать новое поколение, новое поколение защитников Отечества, надо готовить уже к службе в рядах российской армии. Вот это просто воспитывать патриотов. Тут даже не столько навыки, понятно, что физическая подготовка, понятно, что умение работать с оружием, какие-то некие правила выживания. Но я еще раз говорю, наверное, все равно во главу главного надо ставить все-таки любовь к родине. Любовь к родине, ценности, то есть те, о которых говорил не раз и президент Российской Федерации, которые сегодня у нас закреплены в Конституции Российской Федерации. Мало, наверное, городов Российской Федерации, не только в Средневековской области, наверное, имеет такие заведения. Вместе, я думаю, что у нас все получится, мы найдем ответы на самые непростые вопросы. И все-таки наше молодое поколение – это наша смена, поэтому мы обязаны ее готовить. Ну вот вышли у нас инициативная группа, группа предпринимателей, группа спортсменов, которые сегодня занимаются активным мотокроссом, сделать ежегодно и провести первый раз, у нас 18 февраля, первенство города Нижнего Тагила по автомотокроссу, возможность провести соревнования по дрифту, сделать наш кросс более привлекательным, более зрелищным для зрителя. Поэтому сегодня разобрали все вопросы ответственных, все моменты, связанные с проведением соревнований, с массовым пребыванием людей. Поэтому 18 февраля в районе Валегиного Бора все-таки есть большое желание сделать данное первенство города не разовым мероприятием, включить его в график, включить в план мероприятия тех соревнований, которые проходят на территории нашего города, сделать их регулярными, с призами от имени главы города, от администрации города Нижнего Тагила, но и самое главное сделать их зрелищными, чтобы все-таки все приезжающие в город гости могли насадиться таким ярким, красивым видом спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова